Здравствуйте! На канале ТВ5 тема дня. В Запороче завершился первый международный экологический форум. И сегодня об его итогах мы говорим с нашим гостем, заместителем городского головы Валерием Эдельвым. Валерий Гаврилович, здравствуйте! Ну что, можно подвести какие-то первые итоги по горячим следам, так сказать? Конечно, первые итоги уже можно подвести. Самая главная новость, что все-таки экофорум состоялся. И по мнению всех участников и гостей нашего города, он прошел достаточно успешно. Сколько было участников? Порядка 70, более 70 участников экспозиции выставили свои. И более 150, где-то до 200 спикеров, которые прочитали свои доклады и участвовали в обсуждении тех вопросов, о которых мы говорили на предыдущей передаче. Очень широкий спектр вопросов, которые обсуждался. Очень живой интерес тех, кто приехал. А приехали практически со всех концов Украины, представители практически со всех областных центров были. И самое главное, что мы подтвердили статус международного, были представители Соединенных Штатов Америки, Канады, Франции, Германии, Италии и Чехии. А по высказываниям представителей из Чехии, что даже у них таких экофорумов практически не проходит. Какие основные ноу-хау, будем говорить, у нашего экофорума, которые стали уже визитной карточкой первого, тем не менее. Мы очень удачно вписали в проведение экофорума локацию детей. Это вызвало живейший интерес, потому что экология без подрастающего поколения, без этой культуры, которая прививается сегодня в детском возрасте, она бесполезна, бессмысленна. Ведь правильно говорят, что чисто не там, где убирают, а где не ссорят? Конечно. Поэтому, прививая любовь к природе, детям, мы делаем большое дело. И мы это показали в тех локациях, которые были у нас на этом форуме. Второе, что практически удивило и восхитило всех посетителей экофорума, которые приняли участие, что мы дали общественности свою площадку для обсуждения. Мы дали возможность общественности высказать все, что они хотят, высказать в плане улучшения экологической ситуации в том регионе, где они живут. Приехали со всех уголков. И были прекрасные отзывы и из Киева, и из Чернигова, с Винницы. Говорили, нигде такого нет, у вас это есть. И я думаю, что это тоже станет визитной карточкой нашего экофорума, который, кстати, сегодня Владимир Викторович Буряк объявил это уже официально. Он дал мне поручение готовить следующий экофорум в следующем году. То есть то, что мы говорили, что мы планировали, чтобы он стал ежегодным, традиционным, я думаю, он станет. И самое главное, я глубоко уверен, что он будет гораздо интереснее, чем этот. Вот этим множество гостей вы перечисляли, и зарубежные гости, и со всей Украины. Что-то от них можно почерпнуть для Запорожья? Вот какие-то интересные предложения, возможно, технологии. Что-то вы успели заметить за это время? Конечно. Ну, во-первых, от наших канадских гостей, это проект «Промис» привез двух специалистов, двух экспертов, достаточно высокого, мирового уровня. Мы, я вот для себя подчеркнул самое главное, что все можно сделать. Все в наших силах. То есть если к этой цели стремиться и делать, не просто говорить, что все плохо и ничего не делать, а делать, совершать какие-то поступки, совершать какие-то действия, все можно сделать. Они рассказали о том опыте, который есть в Канаде, о тех путях, которые есть. И, прощаясь с ними, мы договорились о том, что на следующий экофорум он приедет сам и привезет еще трех-четырех экспертов, которые привезут экспозиции, которых производители того оборудования и тех технологий, в которых сегодня нуждается город. А у нас широчайший спектр вопросов, которые нужны. Это и твердая переработка мусора, это переработка отходов канализационных стоков, это водоочистка, это борьба с карантинными растениями. Ну, настолько большой спектр, что можно привести, и я думаю, что мы в следующем году увидим уже предложение больше западных партнеров, которые нам будут предлагать свои технологии, внедрять их. Кстати, одна только тема о термомодернизации городского хозяйства, это глубочайшая тема, да, и мы сейчас впереди Украины все, это признают все. У нас есть проект термомодернизации, я уверен, что мы, наверное, уже со следующего года реально получим первые инвестиции. Поэтому, ну, наши предприятия громадную работу делают, это тоже увидели, это тоже итоги этого экофорума. Сегодня и Запорожстали, и Коксахим, и Днепроспестали, другие заводы крупные промышленные показали, что они не стоят в стороне. Кстати, к вопросу об инвестициях, одной из задач, как я понимаю, экофорума было привлечение инвестиций, понятно, в плане экологии, в наш город. А есть ли какие-то наработки? Ну, будем говорить так, что все сделки, да, все сделки, это деньги любят тишину, они, конечно же, на этом экофоруме не заключались, но некие договоренности, некие наметки, конечно же, появились, и они не могут не появиться, потому что проведение подобных экофорумов, это создание некой такой экосистемы в городе, когда и общественность, и крупные промышленные предприятия, собственники, и органы местного самоуправления собрались вместе на этой площадке и сказали, мы все будем бороться за то, чтобы город Запорожье стал экологически чистым, безопасным. Это мы даже записали в ту программу, которую мы тоже принимаем на ближайших сессиях, программу развития нашего города. Давайте вернемся к меморандуму. Еще перед форумом было анонсировано о том, что будет подписано дополнение к меморандуму экологическому нашему городскому. Состоялось ли это? Ну, я, прежде всего, хочу сказать, что сама идея меморандума, это идея мэра города, Буряка Владимира Викторовича, когда пришел, одно из первых поручений, которые он мне дал, он сказал, поработай с крупными промышленными предприятиями, и попробуй с ними договориться, чтобы они взяли на себя дополнительные обязательства в плане улучшения экологии в нашем городе. Я скажу сразу, скептиков было очень много, потому что и так там нагрузка достаточно большая на предприятия, но еще взять, взвалить на себя дополнительные, это же не просто работа, это дополнительные инвестиции, это дополнительные деньги, это большие деньги. Тем не менее, я хочу сказать, что вот основные игроки на этом поле, это и Коксахим, и Запорожсталь, и Огнеупорный завод, они поддержали. Они поддержали, и из-за того, что первые они начали это делать, все остальные потянулись. Кстати, Мотор Сич активно очень работал тоже, это, будем говорить, не столько экологически, не дает такую нагрузку, допустим, как металлургический комплекс. Они машиностроители, тем не менее, они в стороне не были, и Мотор Сич достаточно мощно отработал в этом направлении тоже. Поэтому, когда крупные заводы взяли на себя эти обязательства, родился первый меморандум, и самое главное, что подписав первый, мы получили серьезные положительные итоги после первого года работы, и к нам начали подтягиваться уже и другие заводы. Уже сегодня 16 дополнительно новых предприятий подписали. Все говорят, ну что, мы маленькие, все, но каждый по чуть-чуть, в результате получается очень неплохо. Ну да, как копейка рубль бережет, так и в этом случае. Что это за предприятия, хотя бы несколько можно назвать, которые вот сегодня присоединились к меморандуму? Сейчас я не готов вам сказать название, но все предприятия, это в основном малые и средние бизнесы. Что вообще, как бы, вот этот меморандум, вот то, что к нему присоединяется, еще, еще, и еще, возможно, будет и дальше, что это дает городу? Ну, прежде всего, у нас в программе развития города Запорожья написано, город Запорожье должен стать экологически чистым и безопасным городом для проживания жителей города. Конечно же, мы все понимаем, что наш металлургический комплекс, который появился в 30-е годы прошлого столетия, он градообразующий. Это рабочие места, это бюджет города, это, ну, это часть нашего города, это часть нашей жизни. И мы прожили, вот начиная с 30-х годов прошлого столетия, эту жизнь совместно. И сегодня, по миновению палочки сказать, вот теперь пусть их не будет, но кто тогда кормить будет город, кто будет кормить тех людей, которые сегодня получают там зарплату. То есть нужно искать компромисс. Нужно искать компромисс, и самое главное, он существует. Это же не то, что мы придумываем сами. Многие города в Европе, в мире и той же Канаде, они прошли этот путь. То есть этот путь можно пройти, и не обязательно выбросить эти заводы за территорию города. Можно переоборудовать технологию таким образом, что можно рядом жить с экологически чистым производством. Собственно говоря, меморандум – это первый шаг к этому компромиссу. Конечно, и технологии сегодня позволяют это делать, и я уверен, что мы это сделаем. Ну и последний вопрос, вот лично на вас. Какие доклады, возможно, экспозиции, либо же дискуссии произвели наибольшее впечатление за время экофорума? Во-первых, я хочу сказать, что по всем локациям прошли очень интересные, плодотворные обсуждения. Это однозначно. Но то, что особо на меня привело, я уже сказал, у нас две таких изюминки на торте есть. Это локация «Дети», и мы их оставим обязательно в формате следующего форума. И это локация «Общественных ЭКОКО». Это общественники, которые получили, наконец, трибуну. В Европе такого нет, у нас они получили трибуну. Они все в восторге. И одно дело ходить с транспоратами вокруг форума, когда никто тебя не пускает. Другое дело, тебе дали возможность поработать на экофоруме, вам дали возможность сказать, предложить. И все предложения, которые нормальные, реальные, они все войдут в итоге работы этого экофорума. То есть обратная связь, что очень важно. Конечно, эта площадка очень эффективно сработала. И сегодня мы понимаем, что вот та площадка, которую мы, кстати, планировали, именно слияние интересов крупных промышленных предприятий, органов местного сопровления и общественников, она сработала, и это будет основной платформой на следующем экофоруме. Спасибо. У нас в гостях был Валерий Эделев, заместитель городского головы Запорожья. Ну а экофорум состоялся.